Приветствую вас. Ну, если говорить глобально о том, что происходит, то я бы сказал, что вы выбрали себе такого мужчину, который вот так к себе относится и к вам не случайно, а потому что относитесь к себе подобным образом. То есть вы не цените себя, вы не заинтересованы в себе, вы имеете некие требования к человеку изначально, но вы с этими требованиями миритесь, вы вроде бы имеете какие-то представления об отношениях, но вы готовы им повердствовать ради наличия стабильных отношений или хотя бы ради их иллюзий. Вот. И в целом мужчина, он это чувствует и он как-то вот ведёт себя соответствующе. Я думаю, что, ну, я мог бы указать на проблемы личных границ и на отсутствие навыков бесконфликтного общения. То есть вам нужно владеть навыком бесконфликтного общения. Вот. Чтобы адекватно доносить до человека свою позицию. Но вместе с тем, я бы обратил внимание на то, что вы достаточно сильно не принимаете себя. Именно себя. Такой вот, какая вы есть, да, вы себя не принимаете. И молодого человека своего вы не принимаете таким тоже. Отсюда, соответственно, и трудности возникают. Вот. Ну, давайте по порядку. Итак, я с партнёром два года вместе. Партнёр – это хорошее слово. Правильно. Уместно здесь. Но давайте всё-таки посмотрим на то, как вы человека воспринимаете. Да? Партнёром – любители моего. В каком соотношении к нему? Потому что дальше, дальше вы пишите следующее. Живём сейчас у него. Так было не всегда, иногда жили у меня. В эти периоды он никогда не покупал продуктов. Совсем. А почему он должен покупать? Ну, то есть, если вы считаете, что человек должен покупать продукты, то первое, первое, нужно об этом сказать, как-то обознать свою позицию и не отступать от неё, от вашей позиции. Это первое. Второе. Как вас задевает, что он не покупает продукты, к примеру? Вот конкретно, лично вас как это задевает? Даже пачки печенья к чаю не приносит. Но опять, тот же вопрос. А должен? Если должен, если вы считаете, что должен, как вы обеспечиваете эту позицию? Ну, при этом я готовила, он не всегда кучал, но я старался из гостеприимства, чтобы к чаю было и сам чай, и покушать. Ну, вот гостеприимство здесь, на мой взгляд, через гостеприимство, на мой взгляд, немножко лукавит. То есть, что такое гостеприимство? Ну, что такое гостеприимство? Что оно, условно говоря, из себя представляет это самое гостеприимство? На мой взгляд, здесь гостеприимство, это в какой-то степени жертвенность ваша. На мой взгляд, гостеприимство здесь, это пересиливание себя. Это действие в противовес себе. Дальше. Спустя несколько месяцев заметилось, что ничего не меняется. Опять же, должно меняться. Почему вы считаете, почему вы решили, что должно меняться? Он принимает мои знаки внимания, говорит, спасибо, ты действительно вкусно готовишься, но ни разу не предложил купить продукты. Так, а вы говорили ему об этом? Опять же. А я съел и посчитал свои расходы на гостеприимство от рыточки магнитной магнитики, и оказалось, что могла бы эту сумму нормально брать на себя любимую и подрать, а в итоге ничего вообще, ничего, чтоб меня порадовало. Ну, понимаете, вот вы чуть-чуть дальше говорите про стабильные отношения, вы говорите про хорошее отношение к себе, да? Но вы сами как относитесь к человеку? Вы сами как воспринимаете человек? Вы сами... Чего за него хотите? Вы делали это всё для того, чтобы что-то получить? Или вы делали это всё для того, чтобы, например, его порадовать? Это очень разные вещи. И если вы делали всё это для того, чтобы что-то получить, то вы оказались в ловушке. Потому что мужчина не должен вам этого ничего делать. А если вы считаете, что должен, об этом нужно заявлять, сразу обозначивая свою позицию. Но это был ваш выбор, что тут что-то делать. А получается, что из-за своего выбора вы фрустрируетесь? Это позиция жертвы? Я решил, что покупать больше не буду. После того, как приехали к нему. А он вообще не так ко мне относился. Не очень понятно, что вы имеете в виду. То есть вы решили не покупать, с одной стороны, естественная позиция, но с другой стороны, вам бы как-то донести до мужчины свою позицию, когда объясните мне, что происходит. А то, что он, вот вы пишите, он вообще не так ко мне относился, я честно не понимаю, что вы имеете в виду с ним. Я просто пили чай без сахара, не говоря о чём-то к нему. И что? Ну то есть, и что? Ну вот, молодой человек всегда этот нормальный, молодой человек, как бы, ну, есть, есть, нету, нету. Как бы, и что? Никогда не кормил, то есть, просто стакан с чаем без сахара. Ну да. Он такой человек. Знаете, вы не принимаете его, с одной стороны, ничего не делаете, чтобы обеспечить свою позицию. При этом, говорит, что мало зарабатывает, хотя получаем одинаково. Ну, тут уже скорее вы считаете. При этом, у себя дома просят экономить воду, газ, вот, что это за победение, жадность или экономность? Слушайте, честно говоря, чтобы ответить на этот вопрос, нужно пообщаться с человеком. Но вопрос не в том, что это такое жадность или экономность, а вопрос в том, как вы к этому относитесь. В первые три месяца три раза подарил футу такое ощущение, что вы считаете, сколько, сколько он для вас сделал. То есть, вы говорите, что вас напрягают в делёжке денег, но в то же время сами считаете. Так, я попросил один раз купить цветок мне, хотя бы за 100 или 150 рублей. Я это нам могу купить, но от него было бы приятно. То есть, нам было бы приятно, если вам что-то покупают по вашей просьбе. Он ответил, что не любит дарить цветы. Ну, опять же, это такой человек. К слову, набранники дают дары, сертификаты по тысяче, тут не к чему придраться. А вы пытаетесь придраться? Зачем? То есть, понимаете, да, вот вы сами как бы считаетесь? Иногда пытаются меня переучить, указывают, как именно на задамогу стоят заёлки, иногда ведь не промоются, и в итоге запретил это мне делать, сам загружаю. И что? Дальше. Учит, как убираться с собакой. Тут вы обрадуетесь, типа, что у меня семейная была кочка, и у меня есть в этом опыт. Как будто вы не уверены в себе. Спостоянно придирается, что я подумал, ничего не делаю. Но тут он прав, я делаю почти ничего. Так придирается или прав? Если прав, то это не придирка. Хочется интима каждый день, а я два раза в неделю, если не месяц. Ну, сексуальные потребности у всех разные. Но я думаю, что если не ограничиваться классическим сексом, именно классическим, то проблему можно решить. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Чувствую себя разбитой, есть проблемы со здоровьем. А связано ли ваше ощущение себя разбитой с тем, что у вас есть проблемы со здоровьем? А может быть, вы потому и имеете проблемы со здоровьем, что чувствуете себя разбитой? То есть психосоматик. Напрягает делёжка денег. Но мне видится так, что вы сами этим занимаетесь. Сделал предложение, я решил поговорить про совместный бюджет или частичный раздел. Даже он сказал, что это неудобно из-за моей меддиеты. И я спущу все деньги. Ну, у человека есть своё понимание бюджета. Созвался на мою учёбу, которую я оплатил из-за своих заработанных денег, и при этом взяться нехоженно заняться. При этом не учитывать, что... Ну, вот знаете, первое ваше дальше предложение – это оправдание, а следующее предложение – это обвинение его. Ну, вот. То есть вы либо обрадуетесь, либо обвиняете. То есть у вас очень тревожное такое состояние. Неуверенное в себе. Вот. Нервозное. Нервозное. Вот. И возмущение есть. То есть оскорбление такая. Типа... Как так-то я транзира, а вот об... Ну, по факту это страх близости. Вау. Непростроенность лишних границ проявляется. Так. Так. Ну, тоже к вам претензии. Он говорит, что ему не нравится порядок человека, который не ходит на учёбу. И дальше вы пишете, что может начать орать на улицу в разговоре со мной при посторонних. Может начать посоховать в магазине. Бывает, что предприятия убегают оттуда, если что-то его не устроено. Или продавцы проявляют свои консультативные навыки. Ну, в первую очередь здесь самооценка. А во-вторых, ну, опять же, как бы... У всех людей есть особенности. Да? И вопрос в том, как вы относитесь к этой особенности. Вот. Далее вы говорите, что честному надо его услышать, как... Он ругает власть. Он всегда возмущается всеми. И так далее. Ну, опять же, и что дальше? То есть, как бы, это... Человек, вот он такой. Знаете, одно из главных условий отношения, это безусловное принятие человека. При этом, если я молчу, не поднялся разговоры, начинает обожряться, что я молчу и наговарываю. Что если у тебя плохое настроение, нечего идти было гулять. После этого оно действительно портится. А почему портится? То есть, вас это задевает. Чем? Не понимаю, что у нас такое за неразбериха. Ну, неразбериха связана, в первую очередь, с вами. Чтобы вы не определились со своей позицией, чтобы вы ее не выражаете. Я хочу нормальных, стабильных отношений. Вот именно. Вы хотите отношений. А не хотите сделать конкретного человека конкретно счастливым. О том и речь. Вникальный вопрос. Зачем? Вам стабильные отношения. Потому что, когда человек хочет стабильных отношений, он воспринимает человека как средство. А человек средством не является в отношениях. Так. Я хочу отношений, где каждый друг в друге заинтересованный, хочет порадовать, уважает, принимает. Ну, в первую очередь, вам нужно обеспечить это самой. А вы не проявляете заинтересованности в молодом человеке. Ну, гостеприимство, это не совсем заинтересованность. Это скорее то, что вы делали из чувства долга, судя по всему. А больше заинтересованность, с каждой стороны, я не вижу. Ну, вы покажите молодому человеку когда-то как должно быть. Прям просто. Тут я чувствую себя молодец. Только, да, я соответствую требованиям партнера, пробирать всякие, идти им каждый день и смотреть им в рот, чтоб он не говорил. Но это то положение в отношениях, к которому вы бессознательно стремитесь, вероятно. Очень болезненно реагирует на замечания и критику. С одной стороны, важно понимать, как вы критикуете. Это можно делать по-разному. Опять же, навыки бесконфликтного общения здесь помогут. А с другой стороны, зачем критиковать взрослого человека? Сразу уходит до рассвета, или в другую комнату, или в площадку. Скоро, что я опять в ссорились, я опять не в духе, и мы настроили порцию. Не понимая, не понимая, что происходит и что это за отношения такие. Но это отношения болезненные, может быть даже созависимые. Нужно разбираться, в первую очередь, с вами. Поработать, поработаем, посмотрим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Спасибо.